Жительница Челябинска Елена Иванова, помимо своего желания, оказалась в курсе всех просроченных долгов, числящихся за жителями ее района. Вот уже два года портал Госуслуги регулярно информирует ее о том, кто из соседей не платит алименты, кто вовремя не заплатил налоги или скопил кучу штрафов за нарушение ПДД, кому ограничен выезд из страны, а кому ждать приставов с ордером на арест имущества. Все эти постановления, содержащие охраняемые законом персональные данные, а также суммы штрафов, объединяет только одно. Во всех них указан принадлежащий Елене СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде. ФИО, фамилия, имя, отчество, они отсутствуют. То есть присутствует только мой СНИЛС. А фамилия, имя, отчество – это совершенно другие люди. То есть приходит, да, уважаемая ЕВ, то есть я начинаю вздрагивать о том, что у меня то элементы, то запрещен выезд, то арестованные транспортные средства и так далее. То есть нет, этого нет, но вся информация приходит ко мне. По признанию Елены, изначально суммы якобы наложенных на нее взысканий, измерявшиеся в миллионах рублей, ее не на шутку перепугали. Но когда женщина углубилась в документы и поняла, что это не ее штрафы, стало вроде бы полегче. Тем более, что в службе судебных приставов ее заверили, что ошибку скоро исправят. Но прошло уже два года, а ОФССП советского района Челябинска продолжает пугать ее своими уведомлениями. Могу предположить, что произошло следующим образом. Когда-то, где-то, когда внедряли программу электронного документа оборота между службой судебных приставов и различными государственными органами, для примера был взят какой-то СНИЛС. И, как и в каждой программе, есть такая кнопочка «Сохранить введенные данные». И то есть потом, в дальнейшем, при введении новых данных, автоматическая форма заполнения стала подставлять сохраненный номер СНИЛС и по нему направлять запросы. И, по сути, сейчас я могу любого человека найти даже в той же соцсети и заинформировать о том, что, вы знаете, вот вам запретили тут выездить за границу. Может быть, вы не знаете, а я знаю. По словам Елены, она в курсе не только накладываемых на ее земляков взысканий. Ей известно и о том, кто в итоге расплатился с долгами. Потому что суммы штрафов в ее личном кабинете на госуслугах не только растут, но иногда и снижаются. Максимально было 22 миллиона рублей. Сейчас всего 6,5. Но вслед за программной ошибкой включился и человеческий фактор. Видимо, кто-то из приставов-исполнителей, потеряв часть данных своего должника, решил восполнить их, использовав информацию, внесенного снился. И уже сама Елена Иванова вдруг оказалась в числении плательщиков. Но сейчас, уже в последнюю неделю-две, я обнаружила, что есть еще и выгрузка по номеру моих паспортных данных. Пришло письмо, уведомление от Росреестра о том, что на мое имущество, на земельный участок садовый, и вот на это здание, которое находится на этом земельном участке, наложен запрет на регистрационные действия. Тут уже Челябинке стало не до шуток. А что, если и другие приставы вслед за снилсом станут подставлять ее паспортные данные? Через неделю я перезвонила. А что еще, арест не сняли? Да-да, все в процессе, мы удаляем. Вот эти вот все постановления, все будет хорошо-хорошо. То есть это была неделя, две, три. Потом просто уже перестали трубку брать. Вместо того, чтобы признать свои ошибки, о которых Елена их информирует в течение уже двух лет, в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов отделались дежурным комментарием. В настоящее время ведется работа по выяснению причин произошедшего. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, переведя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.